баланса интересов и не нарушая наших отношений ни с Грецией, с которой у нас на протяжении веков очень близкие, дружественные связи развиваются, ни с Кипром, ни с государством. Известие. Кать, перестаньте, чтобы вас видно. Газета «Известия» Екатерина Григорьева. С начала этого года Россия, как известно, начала достаточно жёсткий переход на рыночные цены при расчёте за энергоносители со своими соседями. Много об этом, в принципе, было сказано, но всё-таки хотелось бы понять. Не считаете ли вы, что в перспективе некая упущенная от этого перехода политическая выгода может оказаться весомее, чем получаемые сейчас доходы? Я не считаю, что доходы от перехода на рыночные цены образования с нашими ближайшими соседями может нанести какой-то ущерб нашей политике на постсоветском пространстве. Более того, уверен, что как раз наоборот, это поможет решать наши внешнеполитические задачи и цели. Обращаю ваше внимание на то, что мы не резко, как некоторые говорят, перешли и переходим на рыночные цены образования с нашими соседями. Ведь нерыночные способы ценообразования, фактическое датирование экономик бывших республик Советского Союза за счёт российских потребителей, за счёт граждан Российской Федерации происходит уже 15 лет. Только датирование украинской экономики ежегодно обходилось российским гражданам в 3-5 миллиардов долларов США. Ежегодно. Для сравнения скажу, что, насколько мне не изменяет память, помощь со стороны Соединённых Штатов Америки, Украине в прошлом году составила 174 миллиона. А здесь ежегодно 3-5 миллиардов. Вы знаете, Федеративная Республика Германия тратит огромные деньги для поднятия экономики восточных земель. Но они платят за объединение нации. А мы-то за что платим? Это первое. И второе. Вот эта дотация, эта помощь с нашей стороны на протяжении 15 лет, она никем не замечается. Как будто так и нужно. А ведь это не так. У нас своя экономика, своя страна и свои граждане, свои пенсионеры, свои военнослужащие, медицинский персонал и преподаватели, другие бюджетники, которые нуждаются в нашей поддержке. И мы давно уже говорим о переходе на рыночные цены образования. Это было не вдруг, не в конце 2005 года. Напомню, что с Украиной мы об этом говорим уже несколько лет. В том числе говорили и в начале 2005 года. Никакой неожиданности не было для наших партнёров. Никакой. И с другими нашими партнёрами. Мы тоже об этом говорим. Сегодня говорим. Это второе. И, наконец, третье. Ни в одном из наших решений при переходе на рыночные цены образования нет ни тени волонтаризма. Вот когда мы каждый год заключали с Украиной один договор, в рамках которого определяли условия поставок нашего газа на Украину, и в другой части этого же договора обговаривали условия поставок нашего газа в Европу, вот тогда, на протяжении всех предыдущих лет, Европа зависела от наших договорённостей с Украиной. И сами цены на российский газ в Украину определялись действительно из политических соображений и по каким-то непонятным договорённостям. Теперь мы с Украиной перешли на понятную формулу определения цены. Мы, извините меня, за эту грубость не износовыковыриваем эту цену. Есть формула, которая привязана к мировым ценам на нефть и нефтепродукты, на газолин и топочный мазут. И всё это котируется на мировых рынках. Это просто математическая формула, не зависит от нас. И эту формулу мы применяем со всеми западноевропейскими странами. И вот теперь можно сказать, что вне зависимости от воли российского правительства будет определяться эта цена рынком мировым. Это что касается Украины. Что касается поставок в Западную Европу. Мы подписали не один, как раньше, а два контракта. Один – поставки на Украину, второй контракт – транзит в Европу. И именно это обеспечивает стабильность наших поставок, именно это гарантирует стабильность снабжения наших западноевропейских потребителей. И я считаю, что это огромный шаг вперёд, который сделали и Украина, и Россия на пути к стабильности европейского энергетического рынка. – Телеканал ТВЦ, пожалуйста. – У нас заключительный вопрос. – Илья Колосов, телекомпания ТВ-Центр. – Владимир Владимирович, Вы в своих выступлениях не раз говорили о том, что страна нуждается в инвестициях, что совершенно естественно для развития нужны деньги. Неестественно, мне кажется, иное. – Заявление членов правительства и его финансово-экономического блока сводится к тому, что деньги в стране в данный момент способны породить лишь инфляцию. Они утверждают, что деньги лучше размещать в ценных бумагах и валютах зарубежных стран. Чем Вы можете объяснить это противоречие? Президент говорит о том, что стране деньги необходимы, финансово-экономический блок говорит о том, что деньги стране мешают. Вообще, честно говоря, я впервые встречаюсь с финансистами, которым мешают деньги. Спасибо. – Это говорит о том, что Вы невнимательно следите за тем, что происходит в мировых финансах и мировой экономике. Если Вы посмотрите на опыт Голландии определённого времени, совсем недавно, то Вы вспомните про так называемую голландскую болезнь, когда нефтедоллары захлестнули экономику. И мировая экономика выработала соответствующие противоядия против подобного неблагоприятного, несмотря на внешне благоприятные условия конъюнктурные для себя, тем не менее неблагоприятное развитие событий. – Что происходит? – Специалисты знают, я позволю себе очень коротко об этом сказать. В нашу экономику из-за больших цен на нефть, а сейчас это свыше 60 долларов за баррель, Вы знаете. В прошлом году средневзвешенная цена на юрос была 51 доллар, за январь – это уже 58-60. Так вот, при большом поступлении нефтедолларов Центральный банк вынужден изымать эти доллары и имитировать рубли. Увеличение денежной массы в экономике ведёт к повышению инфляции. Для того, чтобы бороться с инфляцией, Центральный банк увеличивает номинальный курс национальной валюты, что ведёт к увеличению реального эффективного курса и к увеличению потока импортных товаров в Российскую Федерацию. В прошлом году оно выросло на 28%, что подавляет развитие собственного сектора перерабатывающей экономики, перерабатывающей промышленности. Вот всё это объективные процессы, которые нужно иметь в виду, когда Вы слышите заявление финансово-экономического блока. Если бы не было стабилизационного фонда, то, думаю, Центральному банку не удалось бы выйти и на тот параметр инфляции, который мы сегодня имеем по прошлому году – 10,9%. Она была бы больше. Но это один из главных ключевых моментов нашего развития – удержания инфляции. Мы все говорим о развитии малого бизнеса, говорим о том, что у нас слишком высокие ставки в рефинансировании в банках, по кредитам высокие ставки. Да, сейчас он 12-13%, в начале прошлого года было, по-моему, 15%. Но пока инфляция не будет у нас так, как мы хотим, 3,5 или 6%, до тех пор и высокие ставки в банках будут, до тех пор граждане не смогут воспользоваться и эффективно, государство не сможет проводить ипотечную систему кредитования строительства жилья. Бизнес не сможет получать длинные деньги и дешёвые по 6-7%. Это сложная, комплексная задача. Подходить нужно к ней очень ответственно. До сих пор правительству это удавалось. Да, уважаемые коллеги, мне подсказывают, что прямой эфир у нас заканчивается, но вопросов ещё много. Мы можем, конечно, продолжить свою работу, предупреждаю, уже без прямого эфира. А каналам, которые вели прямую трансляцию, я хочу выразить свою благодарность за то внимание, которое они проявили к сегодняшнему мероприятию.